Привет, друзья! С вами Иван Никитин. В этом видео я расскажу и покажу, как сделать такой вот материал бархата. Это один из самых, наверное, востребованных материалов среди 3D-визуализаторов, и мало кто умеет его делать нормально. Сегодня давайте разберемся, как же это все-таки сделать. У меня есть несколько примеров. В чем отличительная черта вообще бархата, вот таких материалов в овсенистых? В том, что в некоторых участках приминается ворс в обратную сторону и перестает блестеть. То есть вот в этом месте, например, видно, что весь материал блестит, но вот эти участки, они темные. Вот здесь то же самое видно. То есть вот здесь немножко. На других примерах тоже давайте посмотрим. То есть вот участки более мелкие здесь они, потому что, видимо, более старое кресло это. И тоже заметно, как это все происходит. Здесь вот тоже пятна, все пятнами. Вот здесь тоже проплещины такие. То есть вот этот эффект нужно сделать. Это несложно. Давайте сначала создадим основной материал вообще бархата, чтобы он выглядел примерно так. Был бамп, была текстура на цвете и так далее. А потом уже будем имитировать этот эффект светимости только частичный. Переходим в 3D Max. У меня здесь стандартный материал хлопка, я его назначу. Давайте посмотрим, как он выглядит. Мы его уже делали. То есть вот так он с бампом здесь. Обычные текстуры, ничего, в общем-то, особенного. Вот из него мы и сделаем сначала просто текстуру, вернее материал бархата, а потом его разнообразим уже отдельными пятнами. Я не буду дорендаривать до конца, чтобы вы просто поняли. Я скопирую этот материал, назову его Fabric Vellet. Пускай будет просто Vellet. И здесь давайте посмотрим, из чего состоит материал вообще в целом. Тут у нас 0.5 глянцевость, все как положено у ткани, в общем-то. Здесь я менять ничего даже не буду. Отражения есть совсем немного. И в слоте Diffuse у нас тут две текстуры. Одинаковые абсолютно текстуры. Вот как они выглядят. То есть это просто текстура ткани. И под углом эта текстура светится. Используется только 30% этого бежевого цвета. И все остальное, 70%, нам дает вот эту светимость под острым углом. Благодаря вот этому графику, который мы тут делали. Ну, в общем-то, вы проходили эту тему. Я не буду подробно здесь остановиться заново. Давайте просто поменяем эти текстуры на ту текстуру, которую я подобрал для бархата. Fabric Vellet. Бежевая. Вот она. Вот так она выглядит. Довольно крупная текстура, то есть по разрешению. Но это маленький кусочек. Поэтому надо будет здесь... То есть вот они видны, пятна эти. Если приблизить еще, то даже видно какие-то полоски здесь. То есть текстура, она такая направленная. Видно, как сшиты. То есть сама структура ткани видна. Но нам это не надо. Нам главное вот эти пятна получить. Поэтому я ее использую. Эту текстуру. С таким же размером, наверное. Сейчас посмотрим. Назначим этот материал. И посмотрим, как она ложится. 300. Попробуем сделать 500. 500 уже крупно. То есть тогда, значит, назад вернем. 300 миллиметров пускай будет. То есть вот они видны, эти участки, пятна. И в принципе все здесь. Просто теперь эту текстуру копируем. Можно даже прям с Instance. Потому что они у нас будут всегда одинаковые. И вот видим, как текстура у нас появилась. И по краям также все светится. Все здорово. Давайте попробуем теперь сделать здесь бамп. Бамп у этого материала, у бархата. Вот вы можете видеть, здесь есть крупный участок сфотографированный. Где-то вот с этой стороны, наверное. То есть вот такие вот мелкие ворсинки. Эти ворсинки, они как раз и светятся. То есть этот ворс, он где-то приминается в обратную сторону. И ничего не освещается тогда. То есть вот такой эффект. Поэтому нам надо такие же мелкие ворсинки сделать. Но я думаю помельче, чем здесь. Потому что в 3D Max мы не увидим все равно. Это их мелких деталей совсем. Давайте попробуем. С помощью карты бамп. Тут у нас микс между текстурой, которая дает нам помятости. Эта текстура используется на 30%. Все остальное используется просто текстура. Текстура бампа. То есть вот эта ткань. Нам эту текстуру надо заменить. Давайте вместо битмапа использовать текстуру Cellular. Я сейчас объясню, что это такое. Я уберу здесь предыдущую. Текстура Cellular. Вот как она выглядит. Не туда нажал. Вот такие пятна. Здесь есть три цвета. Cell Color. Это сами вот эти штучки. То есть как ворсинки вы видите. То есть это такая окружность и дает она такой вот пупырчатый эффект. То есть как раз как наш форс. То, что нам и нужно. Но сейчас она довольно крупная. Вот мы можем разглядеть ее детали. Давайте посмотрим, что же за цвета. Cell Color это цвет самих вот этих вот кругляшочков. То есть он нужен нам белый, чтобы появлялся бамп, выдавлился участок. Это так и оставляем. Division Color. Серый цвет это края. Вот обводка вот этого кругляшочка каждого из них. Нам нужно поставить черный вместо серого. И вот этот второй черный цвет, который сейчас стоит, это те участки, которые не заполнены вот этими точками. Нам надо поставить белый. Вот таким образом получается. То есть мы видим белый кружочек, обведенный черным цветом. И все, что не заполнено кружками, просто белое. Тут еще другие есть настройки. Вы можете их покрутить. Но в принципе они нам сейчас не нужны. Можно чипсы вот какие-то ставить. Такие квадратики всякие разные. Делать разнообразную структуру хаотичную с помощью галочечных фракталов. Мы это все использовать пока не будем. Спрайт это то, насколько часто они будут располагаться. Можно делать чаще. Но нам сейчас это тоже не нужно. Я оставлю так. Вот. Настроили текстуру. И теперь нам надо ее сделать не таким размером, а поменьше, я думаю. Давайте посмотрим сначала, как это выглядит. Отрендерим кусочек. Вот они. Большие-большие волдыри получились. Вот это те самые. Та самая текстура целуар. Нам надо сделать ее однозначно меньше. Я поставлю просто единицу. Текстура стала гораздо мельче. И теперь посмотрим, как это выглядит. Слабоват эффект сейчас. То есть почти незаметно бампа. Хотя вот здесь немного видно. Давайте увеличим значение бамп. Было у нас 60. Поставим в два раза больше 120. Вот. Теперь стало гораздо более видно на шарике даже этот эффект. И теперь снова отрендерим. Единственное, только мы увеличили его. Поэтому сейчас складки тоже увеличились. Надо уменьшить их значение. Поставим 15. То есть использование складок будет 15. Все остальное будет использоваться текстурой целуар. Снова отрендерим. Вот уже более заметно. Проверяется такой бархатистый эффект. Очень мягкая ткань. Ворсинистый. Издалека тоже хорошо это видно. Ну вот, можете сравнить со стандартным материалом. Который у нас был. Хорошо. Может быть стоит еще немножко увеличить бамп. И как видите, остались все-таки складки небольшие. Тоже их пускай не будут. Я поставлю здесь 150, пожалуй. Вот. То есть то, что у нас получилось, это в принципе уже неплохо. Сейчас отрендерим полностью весь материал, весь объект. Ну вот, что получилось. Я предлагаю этот результат сохранить. В целом уже похоже вполне на бархат. Но здесь нет именно участков, которые светятся, либо участков, которые более темные. И вообще светится слабовато, на мой взгляд. То есть если мы сравним с этой картинкой, то здесь вообще практически исчезает текстура. И все прям подсвечивается практически белым цветом. То же самое здесь. Тут очень светлые участки по сравнению с основным цветом материала. Надо это сделать. Поэтому давайте. Так, это удалим и сохраним чистый. Теперь смешаем два материала. Я в фотошопе подготовил вот такую маску. Я сделал ее хаотичной, прям непохожей. То есть я ее подготовил из основной текстуры. Основная текстура была вот такая. Я добавил много-много контраста, сделал ее черно-белой. И потом повернул, чтобы не было повторяющих частей. То есть чтобы она была хаотичной. Ну и соответственно она конечно бесшовная. Эту маску мы будем использовать при смешивании двух материалов. Я сейчас скопирую первый материал бархата. Назову его вельвет 2. Здесь мы оставим все то же самое. Только с той лишь разницей, что пускай будет этот материал более темный и не светящийся. А этот материал будет светиться. Причем светится практически по всей поверхности. И когда мы их смешаем, получим, что под углом, например, вот этот участок будет светиться. Но в то же время на нем будут пятка второго материала, более темного и не светящегося. Давайте попробуем это сделать. Я беру первый материал и делаю его светящимся практически по всей поверхности. Как это сделать? Я просто уберу вот эту точку и сделаю здесь прямую. Вот так. То есть он в центре немножко не светится, а по краям, начиная прямо от центра, от самого начинается увеличиваться вот это свечение. Самый раз, на мой взгляд. И здесь я посмотрю и сделаю еще даже меньше. Пускай светится более выраженно. Хорошо. Так. Первый материал мы изменили. И второй материал мы сделаем наоборот не светящимся. Я поставлю здесь использование на 80% текстуры. То есть он практически не будет светиться никак. И уберу здесь. Сделаю, чтобы этот эффект был только по краям. Все. В целом можно даже вообще убрать фолов. Но я не буду этого делать, пускай немножко останется. Так. Бамп у нас здесь есть. Все то же самое. Даже не буду делать этот материал более темным. Пускай он будет такой же. Все равно у нас в текстуре есть более темные участки. Инственный момент. Я только уберу яркость самой текстуры на обоих материалах. Чтобы сделать больше контраста между темными и светлыми участками. Если мы посмотрим вот на эту картинку, то мы видим здесь очень темный цвет, а здесь очень светлый. То есть большой контраст. Тут то же самое. Более темный и очень светлый. Здесь темный и очень светлый. Поэтому у нас сейчас такой разницы большой нет. Поэтому я ее добавлю большим контрастом в самой текстуре. Теперь посмотрим, как она выглядит у нас. И просто через Output я уменьшу RGB Offset и уменьшу немного RGB Level. Вот что получилось. То есть этот материал все равно будет светиться, а вот этот мы сейчас просто скопируем. Тут у нас все то же самое. Потому что с инстансом делали. Я просто скопирую вот эту текстуру, вставлю ее сюда. И здесь вставлю эту же с инстансом. Готово. То есть эта текстура темная, эта текстура светится. Сейчас все должно получиться здорово. Теперь создаем вот материал, как и должно быть в принципе. В первый слот кладем нашу основную текстуру, светящуюся через инстанс. Во второй слот кладем, в код слой кладем наш второй материал. И задаем здесь маску. Bitmap. Ту маску, которую я нарисовал в фотошопе. Так, вот она. Я покажу, как она выглядит на материале. Назначаем материал сюда. Включаем real wall size. Поставлю также 300 на 300. Включу отображение. Вот таким образом. Обратите внимание, что я не стал делать их идеально белыми, эти участки. И идеально черного цвета здесь тоже нет. То есть они будут смешиваться не целиком, не на 100%. То есть в белом участке будет у нас слой клад материал более темный. Но он будет не такой темный, как там. Он будет немножко посветлее, за счет того, что здесь цвет не идеально белый. То есть они будут немножко смешиваться. В черном будет основной наш клад материал. В черном будет свечение. Что ж, давайте попробуем. Текстура наложилась. Материал 1, материал 2. Есть, все нормально. Делаем рендер. Ну вот что получилось. Такой вот замечательный бархат. Видно, что участки светящиеся. Тут же участки, которые более темные, не светятся. То есть это как раз имитация того эффекта с примятым ворсом. Что ж, рассмотрели мы, как это делается. Вы можете еще поэкспериментировать и сделать, например, другую силу бампу. Вот на этом материале. Чтобы по высоте немножечко эти участки отличались. То есть тут очень безграничные возможности. Вы можете делать другие цвета. Можете делать более темный, более светлый. Можете совсем убрать светимость на этом материале. Потому что здесь видно, что он немножечко все равно светится. На втором материале, который более темный. То есть тут вы можете уже комбинировать, делать ваш материал таким, каким вы его хотите видеть. С пониманием вот этих всех настроек. Пробуйте, у вас все обязательно получится. Выкладывайте свои отчеты. И будем комментировать. Продолжение следует...